всем привет ребят меня зовут эдуард миникаев и в этом выпуске я вам покажу подготовку к играм будущего которые впервые в мире пройдут в казани в этом году погнали ну что ребят время 8 утра все журналисты репортеры обозреватели блогеры собрались в одном месте и нас посадили в автобус и как раз и повезли на первую локацию это будет казани экспо где пройдет открытие игр будущего приехали мы в казани экспо здесь процесс получения аккредитации конечно же на объект говорят даже каску дадут поэтому посмотрим будет забавно чуть позже сейчас нас запустят и проведут небольшой пресс-тур казань экспо пройдет сама церемония открытия соревнования по фиджитал футболу фиджитал баскетболу доти 2 и соответственно там еще мобильная игра какая-то mobile of legend если не ошибаюсь если вы не в курсе что такое фиджитал игры то это соревнование где спортсмены сначала играют в онлайн то есть сидят перед экраном и играют там на джойстиках или на клавиатурах а уже после этого переходит в реальный мир где сражается уже в соревновании ну то есть в живую физически вот так вот и это первое соревнование которое в таком формате вообще пройдет в мире представляете и как раз таки казань принимает эти игры браво ну что ребят монтаж демонтаж видео объектов все что угодно пожалуйста обращайтесь первая локация на котором нас привели это фиджитал баскетбол будет здесь проходить трибуны стоят площадка большущий экран и все что нужно для зрителей и для самих спортсменов по краям соответственно тоже медиафасады здесь площадка она похожа не знаю на какой-то такой светящийся светящийся корт или как это в баскетбол называется а не подскажете насколько трибуны здесь расположены больше чем человек 400 человек будет наблюдать за этим всем кайф чтобы вы понимали как это работает то вот я стою и он меня типа копирует если я повернусь вправо вот вправо он стал йоу влево йоу лоу кек чебурек тут 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 так ну и основная площадка естественно который меня больше всего интересует это фиджитал футбол поле огромное с искусственным газоном прикольная атмосфера то что здесь много светящихся прожекторов трибуны опять-таки болельщиков наверно на 400-500 сцена огромная напротив там наверно будет какое-то визуальное сопровождение повторы и прочие моменты все на экране блин круто я бы хотел конечно сыграть на этом поле но мне к сожалению это будет недоступно только рядышком походить и кстати говорят еще то что приедет артем дзюба и андрей аршавин скорее всего они будут здесь может быть даже удастся взять у них небольшое интервью посмотрим но вообще на данный момент сейчас не так много стендов доступно это непонятно работа активно идет кипит и мне кажется казани экспо это будет просто какой-то фиджитал город отдельный всего мира я так понимаю и здесь будет много всего интересного поэтому следующих выпусках я обязательно вам покажу как это будет выглядеть уже готовым в готовом виде и всю атмосферу поэтому подписывайтесь как говорится что ребят следующая локация академия тенниса где на удивление не будет фиджитал тенниса здесь пройдет чемпионат по контр-страйку по варфейсу и еще какая-то игра под названием стандофф если не ошибаюсь давайте посмотрим насколько здесь готовы локации и готовы ли они вообще в целом я в шоке блин ребят эти нейросети даже прически уже отбирают свое ничего придумать не мог ну что ребятушки хорошие новости для любителей контр-страйка огромнейшая сцена огромнейшие экраны я не знаю по масштабам с чем они могут сравниться конечно но здесь это все впечатляет супер круто зрители будут видеть на больших экранах игру соответственно онлайн потом ребята будут уходить в оффлайн играть лазер так это так скажем аналог до компьютерные игры кс и там уже зрители не смогут физически присутствовать но опять-таки на тех же больших экранах все это видеть все это чувствовать в плане звукового сопровождения и огромное количество световых приборов камер и тут в общем все круто блин это впечатляет реально экраны длинные которые стоят там будет и карточки статистика все про них показать посередине экран большой там будет непосредственно сама игра сверху нас камеры которые дополненная реальность так скажем то есть все вот эти вот взрывы которые будут происходить спецэффекты они будут ощущаться прямо здесь естественно вот эта камера для пролетов ну что относительно быстро нас выгнали из академии тенниса но не выгнали конечно попросили потому что через четыре дня им уже принимать соревнования много еще конечно не готова но я думаю ребята успеют и все у них пройдет хорошо ну что ребят на сегодня последняя локация татнефть арена которая не сможет использовать свой нейминг именно во время игр будущего потому что ну есть правило есть спонсоры и прочий момент будет называться она ледовая арена здесь пройдет фиджитал хоккей и собственно сам хоккей сейчас мы находимся на основной вход на основной входной группе b1 для зрителей давайте я предлагаю пройти наверное по объекту посмотреть какая у нас инфраструктура здесь на объект смонтирована ну что ребят хоккей походу будет самый посещаемый вид спорта на этих фиджитал играх потому что вместимость будет две с половиной тысячи просто в 2 с половиной тысячи формат три на три соответственно фиджитал игры потом в дальнейшем она я не знаю на какой платформе на playstation возможно но суть в том что две с половиной тысячи вы представляете будут смотреть игры которые по сути вообще никогда никто не проводил браво моя ребятушки эксклюзив мы там где собственно выходит на лед хоккейный клуб акбарс казань вот так вот вот отсюда прям но сейчас мы идем смотреть раздевалки где будут как раз таки фиджитал спортсмены прикольно говорят это святая святых вот так вот здесь я первый раз не думал что благодаря фиджитал играм сюда попаду вот это эксклюзив получается хоккеисты фиджитал будут переливаться в раздевалке где настоящих есть так бас круто ну что ребят под такую музыкальную композицию без пианиста завершается этот выпуск я нахожусь в айти парке где получил аккредитацию значит контенту с игр будущего точно быть что хочу вам сказать фиджитал игры нейросети вот такие штуки внедряются в нашу жизнь все больше и больше но при этом человеческую креативность и воображение ничем не перебить подписывайтесь на канал ставьте лайки пока пока